И вот в этом цикле не прожить отцовскую роль, пропустить это все мимо, не ездить с детьми, вот все это для меня немыслимо. У нас ценность быть вместе больше, да, мы готовы терпеть неудобства, подстраиваться, дети и пенсионеры все вместе, очень сложно, да, подобрать. Очень много вкладываем, чтобы у нас были ритуалы, традиции, чтобы постоянно встречались, ездили вместе. Опять, бизнес когда-то занимал 95% времени, но этот период должен закончиться. У тебя есть период становления, да, как бы после университета, когда ты строишь стартапы, когда тебе надо на ноги встать. Я не знаю много кейсов, когда это было по-другому. Для этого периода это правильно, главное потом переключиться, да. В студенческое время нормально гулять, играть, там, да, что-то там, это нормально, но это тоже рано или поздно должно закончиться, да. Всему свое время, сейчас, смотри, во-первых, есть искусство жить вдвоем и твой главный партнер в жизни, с которым ты проживаешь жизнь, да. Вот эта связь, вот это самое главное, потому что с партнером, сейчас человек с партнером проводит даже больше времени в конечном, в конце жизни, чем со своей родной мамой, с родителями, да, потому что жизнь продлевается. Есть семья, в которой ты вырос, да, это для нас, это ценность, мы просто очень много вкладываем, чтобы у нас были ритуалы, традиции, чтобы постоянно встречались, ездили вместе, да. И это важнее, чем стресс, например, ехать в отпуск по 17 человек, это не так легко. Это вообще не легко. Да, но, и даже можно поругаться или что-то там идет, но это ничего не важно, потому что у нас ценность быть вместе больше, да, мы готовы терпеть неудобства, подстраиваться, дети и пенсионеры, и все вместе, очень сложно, да, подобрать, ценность семьи выше, да, потом, ну, есть твоя семья, которую ты создал, дети, я думаю, здесь как бы, ну, здесь не о чем говорить, да, как бы это, это важнейший фактор, да, как ты выстраиваешь отношения с детьми, сколько времени ты проводишь. И здесь вот тоже период, да, вот я многодетный отец, и вот сейчас, сейчас это прайм-тайм, вот есть у баскетболистов прайм-тайм, да, там, потом закат, а вот у отцовства, вот у меня сейчас прайм-тайм. Прайм-тайм это ты с какого по какой возраст считаешь детей? Я думаю, там, с пяти до восемнадцати, там, что-то такое, да, у меня сейчас все дети в этом возрасте, да, ну, в идеальном случае сначала, да, ну, у меня так не получилось, но, соответственно, сейчас я очень много время провожу с детьми, и вопрос, иногда даже передоз, иногда даже бывает слишком много, потому что они перестают это ценить, да, там тоже надо выбрать, есть, ну, это не черно-белое, да, там тоже надо выбрать где-то, но это важная роль, и все, надо заниматься здоровьем детьми, это очень много, трое детей, да, это очень много. Ну, у меня двое, еще пока не знаю, что такое трое, но двое уже много. Это все надо делать, это как бы сделать детей, ну, это, мне нравится проводить с детьми время и так далее. Слушай, а ты перешел, я, насколько я понимаю, ты перешел из роли операционного предпринимателя в роль инвестора во многом именно для того, чтобы больше времени этому уделять. Да, потому что роль инвестора, да, вот сейчас охотник за единорогами, мне очень много повезло, там, действительно, ну, как бы, я очень счастливый инвестор, да. Ну, удача в инвесторском деле – это дело важное. Но эта роль совместима, потому что, когда ты работаешь как инвестор, ты можешь работать много, мало, ты определяешь, что происходит, ты можешь участвовать, не участвовать, потому что на тебе нет никаких вопросов, которые на тебе замыкаются, да, но при этом ты можешь, когда тебе хочется, сделать какой-то проект и так далее. Когда ты строишь компанию, особенно первые, там, 10 лет. Она тобой управляет. Да, ты, я всегда говорю, это как секс с гориллой, ты не закончил, пока горилла не закончилась. И все, и да, это факт, это просто, и, к сожалению, там действительно такое, вопросы жизни и смерти. Очень часто предприниматели умирают вместе со своей компанией, да, они просто, ну, как бы, не выдерживают эту нагрузку. Очень много, я очень много случаев знаю. Я тоже знаю много случаев, да. И это, это очень критически, и делать это, я понимаю, делать это, когда ты с нуля стартуешь, но когда ты, вот, делать это, когда у тебя есть, ну, возможности все, которые могут быть, в принципе. Когда ты, по сути, когда ты, я уже не могу изменить свою жизнь. Качественно улучшить, я имею в виду, еще одну машину, еще одни штаны, уже ничего на что не влияют. Поэтому, ну, это круто, я люблю строить компанию. У меня вот здесь вопрос как раз к тебе. Вот я на тебя смотрю, ты операционный предприниматель прям. Да, я люблю делать. Вот прям, какова тебе роль в роли инвестора вообще, это же нужно уметь ждать, терпеть. Я достаточно активный, я предприниматель инвестор, да, я где-то там беру долю побольше, помогаю. Я не пассивный инвестор, у меня есть пассивные инвестиции, но у меня есть активные инвестиции. То есть там, где ты смарт-маниус. Ну, мне, я сейчас как бы не вижу смысла, я думаю, вот когда дети выйдут из дома, я такое долгосрочное планирование, да, будет еще три десятка лет, ну, три раза десять, надеюсь, да, как бы, я все для этого делаю, когда можно еще кучу всего построить, зачем это делать сейчас? Я не вижу смысла, да, как бы, я вот вижу циклы жизни, да, и вот в этом цикле не прожить отцовскую роль, пропустить это все мимо, не ездить с детьми, вот все это для меня немыслимо, это немыслимо, я не готов, нет ни одной суммы, которая существует, которой я бы лишил себя вот этого опыта. При этом я не говорю, что я там самый лучший отец в мире, да, потому что я все равно занимаюсь бизнесом, я все равно занимаюсь спортом и другими вопросами, но я очень стараюсь быть хотя бы на уровне перворазрядника. Спасибо. 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 Спасибо.